Владивостокский ГУМ ремонтировали в течение пяти лет. Сегодня его наконец открыли, торговые залы практически заполнены, на улице появился маленький дворик ГУМа и готовят к открытию чердак. Так выглядел ГУМ в прошлом веке, так в 2016 году. Внешне он будто не меняется, зато внутри торгового дома за 150 лет его существования происходили серьезные изменения. Стены ГУМа помнят и жилые квартиры, и общежития для работников, и пожар, и множественные реставрации. Сегодня обновленный ГУМ вместил в себя не только бутики, но и культурную часть. На третьем этаже посетителей ждет фотовыставка. Идея была в том, чтобы показать, как ГУМ взаимодействует с нашим современным Владивостоком, то есть передать связь времен и как бы вплести историю ГУМа и само его здание в современный Владивосток. Фотограф подметил детали привычного здания, невидимые прохожим с улицы. Для этого он собирал снимки в течение трех месяцев. Несколько раз выходил на крышу ГУМа и прогуливался по чердаку. А это самое загадочное место ГУМа – его чердак. Все 150 лет он был просто чем-то вроде подсобного помещения. Теперь же, ко дню города, здесь планируют открыть креативное пространство, посетить которое сможет бесплатно любой желающий. Нам бы хотелось разделить этот чердак на две условные зоны – на современную и на музейную. В первой части выставят музейные экспонаты, связанные с историей торгового центра. Вторая часть предназначена для лекций, модных показов, театральных постановок, концертов и прочих мероприятий. Здесь же планируют проводить выставки и мастер-классы. Обещают, что исторический облик помещения при этом не пострадает. Переделают лишь детали. Проблема есть такая, мы тестировали, здесь проводили концерт, но проблема со звуком. То есть все, что здесь, на чердаке играет, оно в радиусе двух километров очень хорошо звучит. Потому что мы как в колонке находимся на самом деле. И тоже вот эта вот изоляция – это самая сложная будет работа. Креативное пространство планируют сделать на территории всего чердака. К слову, он хранит в себе множество тайн. Одна из них – вот этот бак. Это центральная часть отопления ГУМа. Его создали по уникальной немецкой технологии. Он стоит здесь с открытия торгового центра и до сих пор работает. Есть легенда, что более ста лет назад в этом баке первый управляющий ГУМа спрятал свое сокровище. Правда, проверить это пока никто не решился, потому что нет такого умельца, который сможет вскрыть эту замысловатую немецкую конструкцию, а потом заклепать все обратно. Сегодня побывать на пока еще не отреставрированном чердаке, увидеть музейные экспонаты и фотографии легендарного торгового дома можно бесплатно по предварительной договоренности с администратором ГУМа. Правда, желающим нужно успеть до 18 марта, потому что уже 19 числа чердак начнут ремонтировать и откроют его только в июле, ко дню рождения Владивостока. Причем руководство уверяет, вход по-прежнему останется бесплатным. Ирина Мокрецова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.